Нам нужны 4 белка. Это только для двух коржей. Еще для двоих я делаю потом опять. Сахар надо всыпать постепенно взбивающиеся белки. Пена должна быть вот так взбита. В подрубленные орешки добавляем 2 столовые ложки и щепотку корицы. В таком виде эту смесь легче будет добавить к вилкам взбитым. Медленными движениями тихонечко снизу вверх нужно перемешать. Примерно половинку на один лист пергамента и распределяем по нашему кругу. Вот такие два коржа. Их просто положить на пергаментную бумагу. Ее не надо смазать. Смазать нечем. Два коржа. И таких будет 4. На 100. На 160 градусов. Выпекаю по одному. Второй корж ждет. Корж должен стать светло-коричневым цветом. Вот такой вот. Вот еще мягкий наш праунок. Коричневый цвет должен быть тверденький. Еще стоит. Наш корж готов на этот раз. Он светло-коричневым цветом. Кровь сверху. Внутри он воздушный. Все. Я делаю тесто еще для двоих коржей. Их всего должно быть 4. Можно заколотить было и сразу на 4. Но пока одно печется, то другие белки опадают. Поэтому я делаю два приема. Делаем крем. Четыре желтка. Добавляем сюда стакан сахара. Здесь стакан. И убиваем. Можно миксером. У меня миксер занят. Поэтому убиваем. Для крема нам нужен стакан молока. В эту смесь взбитую добавляем третью часть стакана молока. Взбиваем до однородности. Остаток молока выливаем в кастрюлю. Не маленькую. Потому что будет подыматься. И до кипения доволим молоком. Потом сюда тоненькой струйкой взбитые желтки. Остаток молока. Быстренько-быстренько перемешаем. И заваривается крем. И так до кипения. он должен быть однородный без комочков и пышный вот уже закипает теперь нужно снять с огня и охладить так нужен клубничный джем у меня не оказалось есть мороженое клубника сейчас будет джем сахара столько же как и клубники вот и готов клубничный джем осуживаем и делаем крем масло 200 грамм по одной ложечке добавляем заваренные желтки так можно добавить водку можно добавить коньяк столовую ложку крем готов у нас есть 4 ножа они вот такие вот плотные чтобы их пергаменты снять нужно перевернуть намочить водичкой и подождать немножко и мочим водичкой теперь снимается очень легко вот так стягиваем пергамент наш ароматный корж снимается очень легко вот корж он крохкий очень тоненький вот такой вот не толстый теперь собираем наш торт намазываем кремом крем должен пойти на три слоя разойтись крем нежный воздушный это немножко надломился но это не страшно и последний сверху корж вот все четыре коржа вот он сбоку все четыре коржа и последний слой клубничный джем можно с ягодами когда они попадаются это очень вкусно лучше всего торт делать вечером за ночь он пропитывается так теперь пока делается глазурь из белого шоколада можно поставить холодильной бане ставим белый шоколад растапливаем добавляем молоко размешать чтобы было без комочков добавила я 3 столовые ложки молока плитка белого шоколада теперь берем черный шоколад вот такой кусочек нужно его расплавить в микроволновке делаем кусочек по пергаменту карметик вот такой делаем шоколад и делаем шоколад чтобы держалось достаём наш торт из холодильника в помадку она горячая но надо не пропустить она очень быстро застывает поэтому почти теплой и надо покрывать торт вот тут надо все делать очень быстро потому что шоколад очень быстро застывает шоколада можно положить больше и тогда не будет просвещаться розовый клубничный слой расплавленный шоколад наливаем в этот корнетик поворачиваем это домашний торт Плохо не будет. Вот и паутинка. Вот и паутинка. Вот и паутинка.